Устав от лжи и от безделья, Лениво смотришь за окно. Летят неделя за неделей, Тебе, однако, всё равно. О чём-то думать — просто бремя. Ты молод, впереди вся жизнь, В пустую убивая время, Хоть раз на годы оглянись. Настанет миг, и ты прозреешь, И с диким ужасом поймёшь, Что с каждым годом ты стареешь, А время вспять не повернёшь. Слова из песни Time Pink Fluid Привет, с вами Артём. Посмотрите это видео до конца, потому что в нём мы будем говорить о времени и как эффективно им управлять. Время — это самый важный ресурс в нашей жизни. Если мы научимся контролировать его и эффективно им управлять, то сможем достичь любых высот. Чем отличается успешный человек от неуспешного? Тем, что успешные люди тратят больше времени на полезные дела, полезные действия, которые приводят к достижению их целей. Недавно смотрел видео на тему времени, где автор сравнивал жизнь с компьютерными играми. Он говорил, мы всегда, когда играем в игры, не ходим пешком, а бегаем. Включаем нитроускоритель, либо включаем перемотку, для того, чтобы быстрее выполнить миссию или задачу. Ведь в играх мы не хотим тратить время на ненужные дела. И это действительно так. Я сам всегда так делал. И возникает резонный вопрос. Почему тогда в реальной жизни мы позволяем себе тратить время на всякого рода безделье? Почему мы часто занимаемся делами, которые не приносят никакой пользы, а то и вовсе вред? Мой ответ прост. Потому что люди не знают, чего они на самом деле хотят добиться. И даже если они к чему-то стремятся, они недостаточно сильно этого хотят. Потому что большинство просто не видит смысла совершать какие-либо телодвижения и не воспринимают время как самый важный ресурс. Особенно большинство молодых людей, которые думают, что у них еще достаточно времени впереди. И они успеют сделать все, что задумали и запланировали в будущем. А реальность такова, что мы даже не замечаем, как проходят годы и как улетают благоприятные возможности. Так что если вы хотите более продуктивно управлять своим временем, сначала разберитесь с собой. Ответьте всего на один вопрос. Какова ваша истинная цель? Чего на самом деле вы хотите добиться? Если вы сильно захотите что-либо изменить в своей жизни, то тогда вы найдете кучу времени и возможностей для важных действий. И как только вы разберетесь с собой, уберете все ненужное, что тормозит вас на пути к результату, только тогда можно начинать пользоваться техниками, правилами, советами по эффективному управлению временем. Я надеюсь, вы разберетесь с этим. И в заключении вам дам несколько таких советов. Первый совет. Составьте список дел на каждый день и после выполнения вычеркивайте их. Это позволит вам отслеживать результат, а также даст дополнительную мотивацию, так как вы будете видеть, что вы выполняете какие-то дела, действия и не тратите время зря. Второй совет из книги «Семь навыков высокоэффективных людей». Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. То есть сначала выполняйте действительно важные дела, которые приводят вас к результату. Научитесь расставлять приоритеты. Третий совет. Совмещайте дела и задачи. Найдите дела, которые можно выполнять вместе, но не уменьшая эффективность каждого. Например, можно совместить тренировку в зале с прослушиванием аудиокниги. То есть за одно занятие вы выполните сразу два дела. Но не стоит этого делать, если одно из дел требует максимальной концентрации. Придерживайтесь этих советов и вы заметите увеличение вашей продуктивности. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Оставьте комментарий. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, ведь дальше будет еще интереснее. Спасибо за просмотр. Всем удачи в ваших делах. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok